Экологические проблемы также в списке особо значимых. Вот как раз по этому поводу на прием записалась председатель градостроительного совета Ольга Козинская. В долинах целого ряда рек сложилась достаточно сложная ситуация. Неконтролируемое строительство создает угрозы паводков и подтоплений, а нормативной базы и проектов по безопасному развитию этих территорий до сих пор нет. Чтобы ее разрешить, хотя бы частично необходимо внести изменения в генеральный план Сочи. Представители городского архитектурного сообщества предложили поразмышлять над этим, в том числе и новому поколению сочинцев, организовав конкурс «Сочи-2035. Образ будущего глазами молодежи». Предложить молодежи, конкурсантам подумать о том, что можно сделать в долинах рек, как благоустроить эти территории, как обеспечить современный уровень связей удаленных городских территорий с морем, что можно сделать с теми экологическими проблемами, которые влияют на состояние этих рек. Конкурс стартовал в июне, завершится в октябре. Его лауреаты, молодые архитекторы, дизайнеры и ученые станут участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Инициативу поддержал Константин Затулин. Он вошел в попечительский совет конкурса и намерен всячески содействовать его проведению. Что касается других насущных проблем, то прием граждан Константин Затулин проводит в ежемесячном режиме. Нынешняя приемная депутата в торгово-деловом центре Александрия вскоре сменит адрес, но ее переезд никак не скажется на сроках и качестве рассмотрения обращений граждан.